Возвращаемся к итогам. Благодаря новому производству под Красноярском Россия стала первой страной мира, которой удалось замкнуть ядерный цикл. Этот проект уже называют прорывом в ядерной энергетике. Но это только начало. Об этом и других фантастических проектов, которые станут реальностью в самое ближайшее время, репортаж Сергея Доставалова. Технически возможная на сегодняшний день вершина ядерной энергетики здесь, на глубине 200 метров в Гранитной горе, на горно-химическом комбинате в Железногорске. Высокие технологии не могут рождаться на низкотехнологичном производстве, поэтому целый завод – это фактически один большой автоматизированный механизм, который контролируется и управляется одним человеком – оператором. Всю работу делают роботы. Это требование не только точности и уникальности производства, но и безопасности. Здесь создается топливо будущего. МОКС-топливо МОКС-топливо – так называется особый вид ядерного топлива, который применяется в самых современных и эффективных ядерных реакторах – реакторах на быстрых нейтронах. Такой реактор запущен в декабре прошлого года в России на Белоярской АЭС в Свердловской области. Сейчас АЭС включена в энергосеть Урала и обеспечивает электричеством производство, учреждение, жилье в населенных пунктах. Топливо для него делают на горно-химическом комбинате в Железногорске. Сырьем для МОКС-топлива являются фактически ядерные отходы. Это значит, что из отходов производства можно снова делать топливо, которое опять использовать в производстве. Россия стала единственной страной в мире, где удалось внедрить замкнутый ядерный цикл, а комбинат в Железногорске стал единственным в мире, производящим уникальное новое топливо. Да, мы единственным в мире. Именно по производству МОКС-топлива с такими характеристиками. Подобные технологии производства МОКС-топлива, кроме России, есть еще и во Франции. Но полного ядерного цикла нет больше нигде. Теперь только в нашей стране. Это важнейшее достижение и с точки зрения экологической безопасности. В конечном итоге цель этой программы – безотходная и безопасная ядерная энергетика на пользу обычных людей. Вот это топливо будет использоваться в народном хозяйстве, в ректорах, для получения именно тепла и электроэнергии. То есть для отопления домов электричества? Абсолютно верно. Абсолютно. Да, конечно. Это в Белоярске будет создан этот реактор, построен уже. Он уже работает. Потихоньку, как говорится, и скоро мы будем загружать своим топливом. Объемы отходов или объемы неких полупродуктов, как отработавшие ядерное топливо, минимизируются в этом случае. И поэтому, естественно, нагрузка и на экологию, и потенциальная опасность, они все будут минимизироваться. То есть это, в принципе, скажем так, некая, ну, на сегодняшний день даже, можно сказать, ну, реализуемая мечта в целом вот и нашей отрасли, и наших зарубежных, там, скажем, коллег, то же самое. То есть это, ну, так скажем, некая крещенда уже, вот, деятельность именно западного цикла. Специалисты утверждают, что при внедрении новых технологий и соблюдении всех мер безопасности, угроза аварий на реакторах с топливом нового типа фактически сводится к нулю. При этом ядерная энергетика по сравнению с другими источниками энергии сокращает затраты на получение того же электричества в пять раз. Железногорский комбинат стал ключевым звеном в этом масштабном энергетическом проекте страны, в том числе благодаря успехам атомщиков в разработке подобных новых уникальных технологий, открыто заговорили и уже поддержали на уровне правительства и другие проекты. Согласно планам атомщиков, в следующем году в России должна появиться первая ядерная батарейка. Вначале для использования в космической индустрии различных подводных системах, медицине и оборонной промышленности, а в перспективе и в транспортной отрасли. И еще один проект Росатома совместно с Роскосмосом. Создание ядерного электродвигателя для межпланетных космических кораблей. Это уже не фантастика, а реальность наших дней. В конце июня соглашение о строительстве первого опытного образца достигнуто с научным центром имени Келдыша в Москве. Проектом уже заинтересовалась НАСА, а среди главных достоинств нового двигателя называется, например, возможность долететь до Марса за полтора месяца и вернуться обратно. Сейчас полет с использованием современных двигателей может занять полтора года без возможности вернуться. Все для внедрения подобных технологий в реальность в России есть, в том числе и в Железногорске. Мы, в частности, говорю, готовим ядерное топливо для реактора на быстрых нейтронах. Ну и при определенных условиях, наверное, мы тоже могли бы участвовать в этом направлении. То есть специалисты, я как уже говорил, специалисты в этом направлении на комбинате есть, которые обучены именно для этого. Заправлять ракеты? Нет, нет, я не скажу. Мы этим не занимаемся, но при определенных условиях, наверное, это, в принципе, наверное, возможно. Но пока мы такой себе на заводе задачу не ставим. Федеральное правительство распределило первые собранные системой Платон деньги на ремонт и дорог. За полгода накопилось уже 12 миллиардов рублей. Их направят на ремонт и дорог в самые проблемные регионы. Можно говорить, что система Платон вошла в рабочий режим и набрала крейсерскую скорость. Хотя вводилась она, как мы помним, непросто. Какой эффект обеспечит Платон и как к нему относятся переводчики сейчас, после того, как их пожелания были услышаны. Самое время подвести первые итоги работы системы. Каждый день к 10 утра Платон выходит на работу. Нет, этого водителя зовут Игорь, но расчехляет он глаз того самого пресловутого Платона, чтобы отслеживать все большегрузы, которые выезжают на федеральную трассу. Таких контрольных автомобилей у нас в крае два, на две федеральных трассы М53 и М54. Дислокацию Платоновцы меняют ежедневно. Система сканирует номер автомобиля и сверяет две базы. Во-первых, какова разрешенная масса данного транспортного средства? А во-вторых, если масса превышает 12 тонн, то заплатил ли этот грузовик за езду по федеральной трассе? Ведь отныне каждый километр такой дороги стоит для большегрузов 1 рубль 53 копейки. Систему Платон вводили именно для владельцев той техники, которая своей массой наносит наибольший вред дорожному полотну. Вводили сложно, со спорами и с протестами дальнобойщиков. В итоге федерация пошла на компромисс. Уполовинила тариф, снизила штрафы, добавила льготу по транспортному налогу и с Платоном стали мириться. Как бы это мой выбор, поэтому мне не обрет. Я так же могу не платить, как и другие, скажем так. Как бы мы законопослушные люди, стараемся разрешивать закон, они не будут за это наказывать. Поэтому сейчас же стоят эти платоновские машины на трассах, как бы смотрят, вот этот поток машин, они как бы вводят эти номера, смотрят там другой номер, как бы уже зарегистрирован, какой нет. Там еще может штраф прийти, она дороже обойдется, чем платить сейчас, скажем так. Это мое мнение. Сейчас порядка 95% крупных пользователей с парком транспортных средств свыше 50 единиц зарегистрировались в системе и исправно следует буква закона. А в целом по России порядка 70% сейчас пользователей. Могу сравнить с системами, которые действуют в европейских государствах. Например, система Толколлект в Германии. Там за 11 лет работы система выдала бортовое устройство, это контрольниковое устройство, 70% пользователей за 11 лет. У нас мы пришли к 70% за 8 месяцев работы. И за эти же 8 месяцев системой Платон собрано уже 12 миллиардов рублей. Приличные деньги. И вот на днях федеральное правительство распределило накопленную сумму на ремонты дорог в регионах. 19 преимущественно центральных и южных регионов. Сибирских и конкретно Красноярского края тут нет. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, федеральных дорог в Красноярском крае не так много. Всего тысячи километров из общих 43 тысяч. В настоящий момент, будем говорить откровенно, система Платона распространила свое действие только на федеральных автомобильных дорогах. Они на самом деле характеризуются, прежде всего, обратно же колоссальной интенсивностью движения. Даже в относительно немноголюдном Красноярском крае интенсивность движения на этих участках федеральных дорог, она существенно превосходит, конечно, трафик на региональной сети. Поэтому и применение системы Платон на федеральных автомобильных дорогах, оно является наиболее обоснованным в условиях ограниченных ресурсов. Это очень недешевая система. А во-вторых, даже та тысяча федеральных километров, которая есть у Красноярского края, сейчас, если не в отличном, то как минимум в хорошем состоянии. И понятно, что федерация, выбирая регионы, куда направить 12 платоновских миллиардов, проводила сравнительный анализ состояния дорог. Первое условие было – это ликвидация наших черных дыр в стране, назовем их, наверное, так. Там, где ситуация не просто критическая, а там, наверное, просто катастрофическая. То есть там, в принципе, невозможно было вообще проехать. Поэтому на те регионы правительство Российской Федерации как раз и выделило деньги, которые были собраны системой Платон. На этом фоне Красноярский край, так же, как и многие другие регионы, основная масса, выглядит очень хорошо. В плане той ситуации, в которой, скажем так, находятся многие регионы, муниципалитеты. Это же только первый транш, это только те деньги, которые были собраны за первые полгода эксплуатации системы Платон. Соответственно, дальнейшие средства, они пойдут также по регионам. То есть уже пойдет как паутина, то есть в дальнейшее развитие. Впрочем, не совсем корректно утверждать, что наш край ничего от Платона не получил. Получил, но необычным способом. Речь про штрафы для тех пользователей, кто еще не подключился к системе, ездит по трассам и попался в объектив фотофиксатора. Наказание за первое такое нарушение 5000 рублей, за повторные по 10 тысяч. И вот по закону штрафы зачисляются в региональный бюджет. В ГАИ, увы, не ведут отдельной статистики штрафов, выписанных по системе Платон, но речь, пожалуй, идет о миллионах рублей. Особенно в первые месяцы, когда подключились еще не все. К нам ежедневно обращаются пользователи и информируют о том, что получили постановление и что теперь сделать, как теперь зарегистрироваться и как платить. То есть уже постфактум начинают обращаться и принимать меры. Таких, впрочем, становится все меньше. Владельцы большегрузов понимают, что система Платон это надолго, а то и навсегда. Понимает, на что идут эти деньги, делает расчеты с учетом новых льгот и приходит к выводу, что не так это и дорого платить за право ездить по хорошим дорогам. А сразу после рекламы путешествие, которое свяжет столицы двух зимних универсиад. В понедельник стартует автопробег Красноярск-Алматы. Подробности после небольшой паузы.